Всем привет, это канал Eurogames. В этом видео я продемонстрирую выполнение испытаний из набора Мастер Вампир в Париже. Приятного просмотра. В наборе 8 испытаний, 4 из которых это испытания на убийство. Заключаются они в том, что нужно убить цели четырьмя различными способами, находясь в маскировке фоксника вампира. Все эти испытания можно выполнить в рамках основной миссии Гвоздь программы, но для этого потребуется как минимум 2 прохождения, да и придется повозиться с тем, чтобы заманить одну из целей к бочке с маслом. К этому я создал контракт, его номер вы найдете в описании к видео. К убийствам вернемся немного позже, а сейчас я совершил такой нехитрый маневр, что привлекло внимание двух телохранителей. Сделал я это умышленно для того, чтобы выполнить условия испытания как дымка. Оно заключается в том, что нужно уйти из-под подозрения, став фоксником вампира. Подбираю звуковой манок и переодеваюсь с фоксником вампира. Переодержившись с фоксником вампир, выполняется испытание тьмы и кровь. Сейчас подождем и посмотрим, куда разбегутся два этих телохранителя. В контракте можно выполнить все 4 убийства сразу, но есть одна сложность, в контракте нельзя сохраняться, поэтому все придется делать за один раз. Так, сейчас смотрим, куда разбегаются телохранители и продвигаемся дальше по чердаку. Сейчас я направляюсь в комнате Далей Марголес. Вот и перехватываю бюст, он мне понадобится, и здесь же хватаю отвертку. От Далей Марголес я избавлюсь, выполнив испытание «Призрак дворца». Его условия таковы, что нужно убить цель, сбросив ей на голову люстру. Арголес вот-вот здесь появится, но для начала я избавлюсь от телохранителя в ее комнате. Бросаю отвертку на пол, а сам занимаю позицию возле двери. Подождем, когда телохранитель подойдет поближе. Патаем его за шиворот и затаскиваем внутрь. Готов. Убираю автомат и тело пока спрячу в шкаф. В принципе, сюда никто не зайдет, но будем аккуратны. Автомат мне не нужен, бросаем его за угол. Отвертка еще пригодится. Так, возвращаемся к дверям. Вот и Далей Марголес. Подождем, когда придет ее спутник, он немного задерживается. А вот и он. Бросаю монету между диванами, привлекая тем самым внимание Далей Марголес. Сейчас она пойдет поднимать монету, а я тем временем достаю пистолет и прицеливаюсь. Сбиваю люстру, которая падает на голову Далей Марголес и убивает ее. Не обращайте внимания на появление сообщения о выполнении испытаний мастера-вампира и мастера-убийца. Это глюк. Так, вырубаем спутника и теперь пакуем тела в шкаф. В эту комнату, в принципе, тоже никто не придет, за исключением, пожалуй, Хельмуда Крюгера и Шейха. Но это произойдет не скоро. Далее нужно пострелять глазками вот этому телохранителю, чтобы он пришел в движение. Далее на очереди испытание для следующего фокуса и для него мне понадобится пульт запуска фейерверков. Поэтому я спускаюсь вниз на второй этаж. Здесь у лестницы два телохранителя, отвлекая их внимание, используя монету и отвертку. Две монеты использовать не вариант. Нужно два разных предмета. Так, пока охранники щелкают, аккуратно прохожу мимо них и направляюсь к мультимедийному центру. Немного подождем, когда охранник отвернется в сторону, и можно пройти дальше. Главное, чтобы этот разговор между ними состоялся. По его завершению, спустя некоторое время, охранник уйдет в ванную, и техника останется один. А если попасться на глаза охраннику, он что-нибудь заподозрит, то он может остаться тут надолго. Условия испытания для следующего фокуса. Следующий, нужно убить цель взрывом маслосборника. И при этом, это убийство должно произойти во время фейерверка. Скоро я его реализую. И для этого надо спуститься теперь на первый этаж. Аккуратно избавимся от этого техника. Сейчас я направляюсь к одному из служебных входов. Где и находится вторая моя цель. Это один из сотрудников дворца. Здесь самое сложное, это точно бросить монету. Ставлю себя примерно в угол ящика дальнего. Далее устраиваю утечку масла из бочки. И запускаю фейерверк. Цель подходит к бочке. Ждем, когда масло разольется. И поджигаем лужу выстрелом из пистолета. Готово. Так выполняется испытание для следующего фокуса. От этого техника, который меня сейчас заметил, тоже нужно избавиться. Чтобы он не мешал мне в дальнейшем устранить Виктора Новикова. Модели довольно слепые. Видимо, слишком увлечены показом. Ничего не замечают по сторонам. Тело техника тащу в подвал. Где перед входом в кухню есть шкаф. И спрячу его там. И вот это по двум причинам. Во-первых, на лестницу я еще буду заманивать телохранителя Виктора Новикова. А во-вторых, когда я буду пробегать через кухню, один из поваров меня может заметить и устремиться за мной. Так что тело лучше спрятать в шкаф. Так, а вот и Виктор Новикова в сопровождении своего телохранителя отправляется любоваться фейерверком. Тем временем приберемся в коридорах. Избавлюсь вот от этой модели, которая также может стать свидетель убийства Виктора Новикова. Новикова я убью, выполнив испытание мастер-клинка. Который заключается в том, что нужно убить цель саблей. Итак, это шкаф. И теперь надо избавиться от этого сотрудника дворца. Обратите внимание на плащ. В отражении он приподнят. Вот так вот, врук зеркала нам. Так, это вот уже в шкаф. Отбираю монету. И теперь нужно отправиться за саблей. Не туда побежал, рановато я направился к саду, мне в другую сторону. Ну что же, ошибся бывает. Я сам направляюсь в один из листовочных залов. Где в витрине можно найти необходимую для выполнения испытания мастер-клинка саблю. Чтобы попасть в зал, нужно отвлечь внимание охранника. И вот это можно включив пылесос. Запускаем внутрь. Прикрываем дверь, чтобы никто нам не мешал. И вырубаем. Тело тоже лучше спрятать в шкаф. Потому что порой его подруга заходит сюда и, видимо, в поисках своего приятеля. А так, надежнее. Что же, заходим в зал. Здесь есть один техник, который следит за обстановкой. И нужно отвлечь его внимание. Разбиваю витрину рядом с ним. И разбиваю витрину, в которой находится сабля. Забираю необходимую саблю и направляюсь дальше. Конечно, можно было отметить в контракте этого техника, но это было бы слишком просто. Через окно в туалете выпрыгиваю во двор. И сейчас я направляюсь к подвалу. Здесь я, во-первых, уничтожу улики с камерой видеонаблюдения. Ну, а во-вторых, по подвалу гораздо проще перемещаться. Из одной части замка в другую. Тем более с саблей в руках. Открываем двери. Свою пистолет и выцеливаю устройство записи. На камеры наблюдения я еще не попадал, но это обязательно произойдет, когда я окажусь в дворцовом саду. Сейчас я вновь направляюсь к лестнице, которая ведет на второй этаж. Чтобы дождаться там Виктора Новикова. Аккуратно пробегаем мимо двух поваров. Но, как видим, обнимание одного из них я все-таки привлек. Сейчас он отправится следом за мной. Посмотреть, что там ему померещилось. Так, ждем Виктора Новикова. Сейчас он находится у стилистов. Еще одна отвертка. Возьмем, пускай будет. Заодно откроем двери в другую сторону. Так будет удобнее их держать и наблюдать за появлением Виктора Новикова. Сейчас он придет, подойдет к подиуму. Там справится, видимо, о расписании. Дальше через этот коридор пойдет в сторону кухни. Здесь-то я его и перехвачу. Мастер-вампир с отверткой. Так, ну что ж, Новиков пришел в движение. И пришло время привлечь его внимание. Бросаю отвертку на пол. Сам Новиков сюда не пойдет. Он отправит сюда своего телохранителя. Так, прикрываем дверь, чтобы Новиков ничего не увидел и не услышал. И вырубаем махараника. Теперь нужно подождать, когда Новиков придет в движение. Открывать дверь раньше времени не стоит, иначе он увидит тело своего охранника. Так, выходим следом. И рубящим ударом вбиваем Новикова. Готово. Как выполняется испытание мастер-клинка. Следующее на очереди испытание. Поразительный фокус, который заключается в том, что нужно убить цель электрическим разрядом. Для его выполнения я отправляюсь в дворцовый сад, где есть лужа, посреди которой лежит удлинитель. Так, как видим, фейерверк закончился, а кое-кто продолжает пялиться в небо. Это такой вот глюк игры. Видимо, ждут продолжения фейерверка. Так, тут устанавливаю звуковой манок примерно посреди лужи. Делать это надо быстро, чтобы не привлечь ничего внимания. И включаем. Так, очнулся. Отлично. Сам он поднимать звуковой манок не будет, а пойдет сообщать о находке ближайшему телохранителю или охраннику. Опытным путем установлено, что этим телохранителем будет личный телохранитель Декера. Аналитика СВСБ, который ожидает здесь встречи с Виктором Новиковым. Вводим из строя розетку и целька уничтожена. Так выполняется испытание Поразительный фокус. Остается лишь покинуть миссию. И сделать это надо через выход в подвале. Тем самым выполняется испытание Тихая земля. Его условия таковы, что нужно покинуть миссию через катакомбы. Маскировки фокусника-вампира. Аккуратно, чтобы не заметили повара. Скрываемся во тьме. Ну вот и все. Все восемь испытаний за один раз. Надеюсь, вам понравилось. Пользуйтесь контрактом. Напомню, его номер вы найдете в описании. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Комментируйте видео. Желаю вам удачи, агенты.